Мы продолжаем серию специальных репортажей о Тюменской области. Сегодняшняя тема это развитие малого и среднего бизнеса. Как региону удалось за последние 7 лет удвоить число таких предприятий? Какие бизнесменам предоставляют льготы? Насколько сильна в регионе конкуренция? Наш корреспондент Александр Каневская все выяснила. Пожалуй, самый разнообразный рынок товаров и услуг в России. В Тюменской области 70 тысяч малых и средних предприятий. В регионе все свое, от молока до черепицы. Одних только производителей хлеба больше 90. Новым предприятиям за место на рынке приходится выдерживать серьезную конкуренцию. Хлебному комбинату абсолют всего два года, а линейка продуктов уже одна из самых разнообразных в области. Подовый пшеничный, ржаной столичный и пять разных видов батонов. Всего здесь делают больше 20 наименований разного хлеба, 10 тысяч изделий в сутки. В продажу они поступают в небольшие магазины Тюмени и супермаркеты. На федеральный уровень пока не вышли. Кроме хлеба здесь делают еще и кондитерские изделия. В этом секторе конкуренция меньше – в половину. Разные виды сладкого поставляют 55 тюменских производителей. В области делают даже французские пирожные – знаменитые миндальные макаруни. Хлебный комбинат «Абсолют» собирает заказы у магазинов формата «У дома». Так рассчитывается объем продукции, который нужно произвести. И в зависимости от поступивших заказов комбинат в сутки работает на изготовление сушек, печенья, пряников или другой продукции. Фасуют все это на новом оборудовании. Оно обошлось комбинату в 4,5 миллиона рублей. Почти половину этой суммы 2 миллиона предприятию вернуло правительство области. Это лишь малая толика. Общая стоимость проекта – 600 миллионов рублей. Комментирует ответственный за инвестполитику замглавы региона Вадим Шумков. Речь, по его словам, идет не о подмене частных инвестиций государственными, а о стимулировании. Наше Тюменское ноу-хау мы субсидируем полностью первый взнос по договору лизинга оборудования. То есть, если вы покупаете новое оборудование, вы платите лизинг компании половину стоимости этого оборудования первым взносом, и получаете полностью первый взнос в объеме до половины стоимости оборудования обратно из областного бюджета. Вот благодаря такой форме поддержки предприятия закупили – это среднее предприятие и промышленное предприятие – 3200 позиций оборудования за три года. Оставшийся кредит предприятия платят тоже с помощью области. Бизнесменам частично субсидируют проценты. Назад можно получить 2 трети ставки рефинансирования ЦБ. На данный момент это больше 5,5%. Это позволяет не останавливать процесс модернизации даже при отсутствии сверхприболей, рассказывает директор Абсолюта Марина Матюшкина. Мы очень хотим купить глазировку для нашего печенья. Вот мы находимся сейчас в кондитерском цехе, и печенье глазируется не автоматически. Нам хочется купить настоящую большую глазировку за 3 миллиона. Мы бы уже сейчас вышли на прибыль, если бы мы не покупали бы новое оборудование. Мы постоянно ежемесячно что-то приобретаем, приобретаем и вкладываем, вкладываем средства в оборот, поэтому у нас прибыли пока, конечно же, нет. В случае с другим средним производством Виалпров речь идет о куда более масштабных вложениях. Одна такая линия по производству черепицы стоит от 180 тысяч евро. Зато вместо 35 минут на изготовление одного изделия тратится 5 секунд. Здесь делают 24 разных вида продукции, кровли для всех типов домов. Продукцию активно продают не только в Тюмени и области, но и в Екатеринбурге и Сургуте, говорит генеральный директор Виалпров Виксер Колесников. Этому заводу 6 лет. Я не представляю, как это можно было бы построить, создать за такой короткий период за счет собственных оборотов и той прибыли, которая получается. Да, компания находится в определенной нагрузке, но это нагрузка управляемая. Все эти машины сегодня обеспечивают строительный рынок специализированного продукта. Да, можно его отнести к направлениям обустройства кровли и фасадов. То есть все прекрасные продукты красивого, герметичного вида профильного листа, который мы получаем при определенных воздействиях с технологическими машинами. Сегодня полностью обеспечивает рынок, я бы сказал, даже находится не в полной нагрузке. Такие программы по поддержке, компенсация первого взноса за новое оборудование, взятое в лизинг, и субсидирование процентов по кредитам, действуют не только для крупных и средних производств, но и для малого бизнеса. Тюмень мебелькомплект, малое предприятие, где работает 40 человек, специализируется на мебели эконом-класса, столах, стульях и кухнях. Производство удалось ускорить в полтора раза, тоже благодаря закупке с помощью государства новых станков, на сумму больше двух миллионов рублей, комментирует менеджер по развитию предприятия Александр Кравченко. Новые станки позволили производить продукцию за более короткие сроки, и с минимальными затратами человеческих ресурсов, то есть позволяют экономить ресурсы материалов, то есть меньше отбросов, меньше отходов, вернее, меньше расхода клея и так далее. Воспользоваться госпрограммами могут практически все предприятия малого и среднего бизнеса, кроме торговых. Под критерий подпадают все виды производства, а также сферы услуг, за исключением ритуальных, объясняют в Департаменте инвестполитики региона. Есть в области и другие виды поддержки, в том числе бизнес-инкубатор и возможность получить целевой кредит через инвестиционное агентство региона. Займы выдаются на 5-7 лет под ставку рефинансирования ЦБ, 8 с небольшим процентов, на покупку того же оборудования или производственного помещения. Под 7% годовых дают кредит на открытие самих новых производств. Особо важный вопрос для предпринимателей налоги подчеркивают в Деловой России. Региональное отделение Деловой России инициировало вопрос о сохранении ставки по упрощенной системе налогообложения для субъектов малого и среднего предпринимательства на уровне 5%. Это при исчислении базы по принципу дохода минус расходы. То есть подобная ставка на сегодняшний момент это все-таки мечта для многих регионов, потому что где-то она действует на уровне 10%, где-то на уровне 15%. У нас она держится на уровне 5%. Основные налоговые доходы бюджету дает крупный и средний бизнес, комментирует такое решение в Департаменте инвестполитики. В случае с малым и микропредпринимательством для области важнее создание новых рабочих мест. Деловая Россия в Тюмени не только отстаивает интересы бизнеса при принятии законов, таких как сохранение налоговых ставок, но и участвует в отборе проектов, которые финансово поддерживает область. Экспертная группа работает в рамках Совета при губернаторе. Стратегия области инвестировать не только в свои предприятия, но и в своих предпринимателей, подчеркивает ответственность за развитие малого и среднего бизнеса замгубернатора Вадим Шумхов. В течение последних семи лет мы ежегодно выделяли немаленькие деньги на проведение курсов «Открой свое дело». Мы набирали молодых людей от нескольких сотен до нескольких тысяч человек и за счет областного бюджета проводили обучение по упрощенным вещам, направленное на открытие своего дела. А в конце еще давали деньги, особо отличившимися, направляли на стажировку в страны Западной Европы, в Турцию, в Китай. Сейчас направляем в Сингапур. Основная цель одна – как можно больше получать новых субъектов предпринимательской деятельности. В результате увеличить число малых и средних предприятий за семь лет Тюменской области удалось в два раза, при том, что в целом рост по России за этот период составил около 25%. Несмотря на то, что предприятий в этом секторе 70 тысяч, ниже для того, чтобы начать свой бизнес в области еще есть, уверены в правительстве региона. Например, в строительстве. В данный момент в регионе возводится полтора миллиона квадратных метров жилья. Область входит в четверку самых активно строящихся регионов России. Тюмени нужно больше собственного кирпича и стекловаты, говорит глава области Владимир Якушев, а также древесных материалов, поскольку 40% строящихся в области квадратных метров жилья – индивидуальное строительство. У нас область лесная, леса много, а мы рубим приблизительно 25% то лесосеки, которые должны рубить. Соответственно, это тот лес, который гниет сегодня на корню. Это неправильно, это неэффективно, это неэкономично, поэтому сегодня мы очень плотно работаем над тем, чтобы таких перерабатывающих производств появилось как можно больше. Это, скажем так, номер один, от которого мы сегодня бьемся. Увеличить рынок товаров и услуг в области еще как минимум на четверть – таков план правительства региона на ближайшие два с половиной года. Александра Каневская, Игорь Дорошенко, Олег Нефедов, РБК Тюмень. Редактор субтитров А.Семкин